Виктория Иванова, автор фотовыставки «Натюрмысли». Спасибо большое, рада всех приветствовать. Сегодня постараюсь рассказать про то, что такое световая кисть. Может быть, кто-то захочет попробовать поснимать при помощи световой кисти. В принципе, это достаточно увлекательно, весело и просто, потому что вся моя фотографическая студия сейчас уместилась на этом столе. Моя фотостудия вся со мной, может элементарно переноситься в кармане, стоит совсем дешево и легко заменяется. Поэтому сегодня об этом обо всем расскажу. На первом слайде, который вы сейчас можете видеть, фотография, которая иллюстрирует именно классическую световую кисть. Когда мы говорим «световая кисть», мы представляем себе примерно какую-то такую картинку. Достаточно тёмный фон, несколько ярких объектов, на которые попадает большое количество света. Всё это снимается в тёмной-тёмной комнате, и вот получаются такие картинки. Вообще, светографика, съёмка световой кисти называется светографикой, это как раз и есть то, что именно больше всего подходит именно по терминам рисования светом. Вы берёте фонарик и начинаете водить именно лучом фонаря практически как настоящей кистью по холсту. Всё, что вы прорисуете, у вас окажется на фотографии в конечном итоге. Вот так выглядит моя фотостудия в тот момент, когда я начинаю снимать. Должно быть абсолютно темно, никаких источников света, ни лампочки, ни открытой двери, ни фонаря с улицы. Если хоть какой-то маленький лучик попадает, фотография полностью умирает, её приходится переделывать заново. С одной стороны, это достаточно просто, потому что вместо полноценной фотостудии нужна всего лишь тёмная ванная или тёмная комната. С другой стороны, летом начинаются проблемы, у нас очень долгий световой день, поэтому мне приходится ждать до 12 часов ночи, до часа, чтобы начать снимать. И на следующее утро я всегда просыпаюсь сонная, замученная, но довольная тем, что что-то получилось. Ещё один пример классической световой кисти. Вот такая тоже фотография сделана очень-очень узким лучиком. Все предметы подсвечены вот таким вот маленьким фонариком. В фонарике всего один светодиодик. Он даёт настолько слабый свет, что его, в принципе, даже здесь сейчас в этой аудитории не видно. Но в полностью тёмной комнате как раз пририсовывают отдельные объекты. Получилась такая сонная история. Спящие плюшевые мишки на книжках с какими-то сказками, наверное. Они заснули. Дома муж заснул, собака заснула, и только я где-то в темноте прыгаю с фонариками. Что вообще понадобится для того, чтобы начать снимать? Ну, я, конечно, немножко слукавила, что хватит только фонариков. Естественно, нужна камера, нужен хороший светосильный объектив. Обязательно нужен штатив, потому что, в принципе, не получится снимать с рук. Выдержки очень длинные. И вот за всю свою жизнь я встретила только одного фотографа, который на длинных выдержках умел снимать с рук. Он снимал потрясающие ночные пейзажи, но выдержки у него были где-то 4-5 секунд. Здесь выдержки намного дольше, поэтому без штатива, без какого-то крепления, в принципе, снимать не получится. Нужны будут фонарики. Возможно, нужен отражатель, не обязательно профессиональный, достаточно будет либо белой кофточки, наброшенной на стул, либо листа бумаги, либо куска фольги. Ну и если есть пульт дистанционного управления для того, чтобы запускать камеру, если нет, то достаточно просто ставить камеру на задержку съемки. Вот так выглядят фонарики. Это мои основные, с которыми я чаще всего работаю. Два верхних фонарика. Вот я фонарики такого типа принесла. Чем они мне нравятся? Они заряжаются просто от розетки. Очень удобно. В процессе съемки я их меняю. Один стоит и заряжается, вторым снимаю. Единственный недостаток тот, что они могут немножко взорваться, если поставить их в розетку включенными. Пару раз у меня были небольшие взрывы. После этого в комнату влетал проснувшийся муж. Мне доставалось за это. И теперь я никогда не забываю выключить фонарик во время съемки. Они удобные. Если будете снимать световой кистью, обращайте внимание на то, где находится кнопочка включения-выключения. Лучше всего, если она на удобном месте, чтобы вы во время съемки могли быстро включить, быстро выключить, чтобы перевести с объекта на объект, чтобы луч у нас вот так вот перед камерой не прыгал. Будет прыгать, получится лишняя полоса света. То есть что-то подсветили, выключили, поехали дальше. Это один фонарик. Желательно, чтобы он был достаточно мощный. У меня есть фонарики на 5 и на 6 светодиодов. Это практически основной рабочий инструмент. 90% фотографий, которые я повесила на эту выставку, сняты именно таким фонариком. Следующий фонарик тоже он есть на фотографии. Фонарик с одним светодиодом. Он подходит для того, чтобы подсвечивать какие-то очень маленькие детальки на фотографии. Если нам надо, чтобы фотография была в низком ключе, чтобы света было мало, а какие-то детальки были очень яркие, очень колоритные, для этого подходит именно вот такой маленький удобный фонарик. К сожалению, способ включения здесь не очень простой. Приходится силой нажимать, но лучик узкий, лучик хороший, не делает лишних бликов. В этом плане все удобно. И третий фонарик, я его на слайд не поместила. Это свежее достаточно приобретение. Он мне нравится тем, что он дает очень-очень жесткую тень. В принципе, при выборе фонарика надо обязательно обращать внимание на то, какая будет тень и что именно вы хотите снимать. Если посмотрите назад, там есть две фотографии с тенями. На одном изображен дух мустанга, тень от шахматной фигурки. На другом изображены тени от других шахматных фигур. Вот для таких фотографий, чтобы ничего не редактировать в фотошопе, нужен именно фонарь с очень жестким светом. Как это все проверяется? Вы приходите в магазин, включаете фонарик, направляете его на свою ладонь, и тени от ладони пытаетесь поймать на стене. Если каждый палец виден четко, значит фонарик подходит. Если что-то там размывается, двоится, троится, как в глазах у пьяного человека в пятницу вечером, то вам этот фонарик точно не подходит. Выбирайте именно жесткой тени. В принципе, вот таких трех фонариков хватает для всего. Обращайте внимание еще на то, насколько теплый или холодный свет. Лучше снимать со светом более холодным, если будете потом переводить в монохром. Для цветных фотографий, в принципе, не важно, просто настраивайте баланс белого. Что надо для того, чтобы начать съемку? Первое, естественно, надо составить композицию. С одной стороны, простой момент, с другой стороны, чуть более сложный. Но ничего сложного в этом, в принципе, нет. Кто натюрморты снимает, проблем не будет. Второе, устанавливаем на камере нужные нам настройки. Глубину резкости, выдержку, диафрагму, все, что там должно быть. После того, как мы сфокусировались на нужном нам объекте на столе, обязательно надо перевести ваш объектив, вашу камеру в режим ручной фокусировки, чтобы в полутемной комнате, пока вы еще это делаете, камера не начала сама пытаться сфокусироваться там, куда вам не надо. Дальше делаем задержку съемки. Обычно я ставлю на задержку 2 секунды, либо берете пузырь дистанционного управления, выключаете в комнате свет, любой, если он был, пока вы выстраивали натюрморт, и приходите, начинаете снимать. На что обратите внимание, когда будете делать эту съемку? Всегда стойте сбоку от вашего объекта, который вы снимаете. Если вы будете стоять перед камерой, снимать таким образом, условно, камера у нас здесь, у нас с вами натюрморт получится плоский, свет просто приклеит объекты к фону. Если вы будете снимать стоя за объектами, ваш луч попадет в камеру, и у вас получится так называемый эффект фризлайта. Вы, наверное, видели, как молодежь снимает тебя очень часто с какими-то фонариками, они там пишут слово «С Новым годом 2017» или что-то еще, и светом это все написано на фото. Такой нам эффекта тоже в данном случае не надо. Поэтому всегда стойте сбоку от объекта. То есть включили камеру, отошли чуть-чуть подальше, и начинаем сбоку все это дело подсвечивать, стараясь не сильно прыгать вокруг натюрморта. Старайтесь делать больше дублей. С первого дубля обычно никогда ничего не получается. Какие нужны настройки камеры? Всегда ручной режим, диафрагма зависит от цели, от идеи. Выдержка от 8 до 15 секунд больше в принципе не надо. Если выдержка нужна больше, лучше снимать двумя-тремя кадрами и склеивать это потом все в каком-либо редакторе, в том же самом фотошопе. Светочувствительность чем меньше, тем лучше, иначе полезут шумы. Я стараюсь всегда ставить на минимум, но опять-таки нужен баланс. Если маленького ISO не хватает для того, чтобы выдержка была не больше 15 секунд, тогда опять приходится думать, что с этим делать. Несколько рекомендаций уже более практических, например, с фотографиями, что надо сделать. Я всегда рекомендую начинать с подсветки фона во всех тех случаях, где фон у нас вообще есть. Вот на фотографии, которая называется «Витаминный завтрак», где кораблики с зернами граната плывут по морю из вилок, там фон в принципе не подсвечен, поэтому это такое исключение из правил. Во всех остальных случаях всегда начинайте с фона для того, чтобы сразу в кадре появился объем. На первой фотографии, эта фотография называется «Анорексия». Груша смотрится в зеркало и видит, к сожалению, не себя во всей красе, а некий выдуманный ей образ. Там я начала с подсветки фона. После того, как я подсветила фон, я посветила на сами объекты и потом перевела луч на отражатель. Отражатель стоял за зеркалом, то есть он не попадает в кадре. В качестве отражателя был обычный маленький белый поднос, на который я просто направила луч света, для того, чтобы у нас чуть-чуть прорисовались лишние тени, чтобы они не были слишком глубокие и не ушли в провал. Вот, пожалуйста, тоже несколько примеров с прорисовкой именно фона. Первая фотография называется «Оригами». Подсветила заднюю стенку. Вместо заднего плана у меня там лист бумаги, на который нанесена текстура. Потом подсветила каждый кораблик по отдельности, саму мясорубку, и снова увела в отражатель, чтобы на ручке от мясорубки тоже появился световой блик. На фотографии, которую вы видите с перчиками, то же самое, просто фон я подсветила, направив фонарик четко вниз, для того, чтобы у нас получилась ровная полоса посередине фона. После этого уже подсветила сами объекты. Есть некоторые исключения из правил, такие же, как то, что я показывала, что съемка на черном фоне. Это съемка стекла. Стекло – это всегда большое исключение. Есть разные схемы его подсветки. Я больше всего люблю подсвечивать только фон за самим объектом. Если подсвечен фон, уже на саму лампочку, как в данном случае, светить не надо уже, и так оно все будет достаточно подсвечено. А акулы, человек, это все снято отдельно, потом шоплено в редакторе. В плане акул все достаточно сложно, потому что снять их в реальной действительности у меня бы не получилось. Я с аквалангом не плаваю, в отличие от других авторов, чьи работы висят на стенке, но я это тоже решаю с помощью всяких резиновых и прочих фигурок. У меня дома есть слоны, носороги, кони, единороги. В общем, совершенно любая живность, которая на таких фотографиях выглядит практически как настоящая. А в качестве людей, которые в кадре появляются, такими контурами чаще всего выступает любимый муж, который уже привык и падать, и прыгать, и бегать, и изображать из себя любого персонажа, даже женского. Просто я его потом немножко фотошоплю. Вторая рекомендация, очень важная при съемке световой кисти, и очень строгая, все объекты должны быть строго и жестко зафиксированы. Если что-то болтается, висит, дребезжит, кадр не получится, потому что очень длинная выдержка. Поэтому любой предмет надо посмотреть, чтобы не было никакого-то колыхания. Любые бумажки, ниточки, еще что-то. Для того, чтобы нитки, например, в некоторых случаях не болтались на фото, я их сначала смазываю специальным клеем, они у меня потом высыхают и становятся жесткими. На фотографии они уже не болтаются. Большая прищепка зафиксирована. У меня в фон воткнута металлическая спица, а с задней стороны она держит большую прищепку, для того, чтобы она не падала. Маленькие прищепочки стоят на крошечных комочках пластилина, для того, чтобы тоже они держались и никуда не делись. В пластилине есть только один большой недостаток. С тех пор, как я начала снимать с помощью световой кисти, я вообще забыла о том, что такой хороший маникюр. Пластилин убивает это все сразу, поэтому я уже даже просто на это не трачу время. Тоже фотография, где все объекты жестко зафиксированы. Груши держат вилочку своим хвостиком, тоже все держится на пластилине. Здесь чуть более сложный крепеж, потому что каждый из этих объектов постоянно пытался упасть. На первой фотографии, которая называется «Яйцо или курица», весы держатся, не перевешивают, потому что опять-таки большой кусок пластилина наклеен сзади, с той стороны, где стрелка. С точки съемки его не видно, но в принципе оно удерживает всю конструкцию. На фотографии с грушами они то ли залезают на этот балкон, то ли с него спускаются. Там вообще все проще. Груша, которая висит, которая держится хвостиком, у нее достаточно был прочный хвостик, я его намазала лаком для ногтей, лак засох, хвостик стал прочный, и груша спокойно висела столько, сколько мне было, надо даже не пришлось ее уговаривать. Нижняя груша стоит совершенно спокойно, опять-таки потому что сзади большой комочек пластилина. А вот справа фотография, фотография называется «Судьба», а успеет цыпленок вылупиться раньше того, как камень упадет или камень упадет раньше, это неизвестно, это я и хотела показать на фотографии. Но там на самом деле судьба была не столько цыпленок, сколько моя, потому что пока этот камень привязывал, он ухитрился несколько раз упасть мне на ногу. В результате я поняла, что это тоже миссия невыполнима, повесить его на такую тонкую ниточку, которая еще и рвется. Пришлось тоже камень сзади немножко просверлить, вставить туда кусок пластилина, спицу, и все это опять ваткнуть в фон. То есть спицы пластилина – это основной объект. Вот принесла показать именно тот пластилин, который лучше всего подходит. Чем он проще, тем он более жирный и липкий, тем лучше. Более хорошие виды пластилина, которые в рекламе продвигаются там, что они не пачкают детские руки или еще что-то, нам не подходят, потому что они ничего не держат. А справа – это то, что девушки точно узнали, а молодые люди, наверное, нет. Это средство для того, чтобы ухаживать за кутикулой во время маникюра. Продается в любом косметическом магазине, но я использую это не по назначению. Есть особые способы крепления, с которыми чуть-чуть сложнее работать. В данном случае пришлось помучиться особенно сильно. А для того, чтобы миска не падала на первой фотографии, где груша держится, вторая на нее смотрит, справа мне пришлось, слева точнее, использовать своего собственного мужа. Он пальцем держал тарелку, после этого я сделала кадр уже без мужа, и все это объединило в фотошопе. А вот с правой фотографии, где неопознанный летающий объект, контакт с неземным разумом, было сложнее. Муж в тот день был в командировке, и мне пришлось выкручиваться как-то самой, ничего он держать не хотел. А мне очень надо было сразу подвесить все объекты так, чтобы потом в фотошопе поменьше всего делать, для того, чтобы от верхней тарелки правильная тень попала на нижнюю грушу. Пришлось в результате найти дома швабру, на швабру поставить вот эту верхнюю тарелку, все это сфотографировать, и в следующем кадре швабру просто отфотошопить. Рекомендация номер три про то, что свет можно сделать практически любым. Вот эта фотография с очень-очень жестким светом, я снимала практически на грани пересвета, и провалом мне очень хотелось, чтобы свет был грубым, чтобы фотография не была ни в коем случае нежной, она достаточно должна была быть неприятная. Фотография называется «Зависть», и в данном случае целая толпа неприятных маленьких вредных прищепок завидует большой и пытается ей всячески испортить жизнь, поскольку такой сюжет не может быть с добрым светом. Специально делала его жестче. Вот такая фотография уже более романтичная, здесь уже никаких жестких теней не надо. Здесь использовала большой садовый фонарь, который привезла с дачи. Сзади подсвечивала фон на просвет, несколько раз огромным садовым фонарем проводила по фону, и в принципе передний план ничего больше не подсвечивала здесь. То есть один источник света находится за всей этой большой конструкцией. Здесь использовала максимально широкий фонарик. Первая фотография называется «Свобода». Очень мне повезло с тем, что у нас была, кстати, крайне неудачная студийная съемка с маленькой девочкой. Девочка постоянно капризничала, плакала, отказывалась сниматься, хотела к маме на ручки, вот так вот тянула руки, чтобы мама ее взяла на руки. Ну, портреты не получились, пришлось задействовать эту модель в нотерморте. Она, кстати, об этом не знает. А вторая фотография достаточно мрачная. Немножко мужу напомнило зомби-апокалипсис, когда руки откуда-то из могилы лезут. Но на самом деле не хотелось делать зомби-трэш, хотелось делать на тему того, чтобы время кончается, но уж тут как получилось. Несколько правил, несколько основных ошибок, которые практически все допускают, когда начинают только снимать световой кистью. Главная ошибка – никогда не включайте свет в комнате до тех пор, пока кадр не будет снят. В интернете есть рекомендации о том, что надо в последние 2-3 секунды включить верхний свет для того, чтобы выровнять тень или сделать что-то еще. Я в это абсолютно не верую. Это только убивает кадр, поэтому лучше ничего не трогать. Будет спокойнее, будет более правильный рисунок, с ним будет лучше. Единственное, что можно сделать, можно взять мобильный телефон, включить экран мобильного телефона, для того, чтобы вы сами посмотрели, как добраться до фотоаппарата, чтобы не уронить штатив. Это максимум, что можно сделать. Второе, тоже главное – никогда не забывайте переходить в режим ручной фокусировки. Если вы забываете, то после того, как вы выключаете свет, камера сама начинает искать, куда сфокусироваться, и либо не может это сделать, либо фокус уходит совсем не туда, куда вы хотите. Третье – никогда не направляйте луч в сторону камеры, чтобы не получилось того самого фризлайта. Четвертое – надо помнить, что разные объекты съемки требуют разного времени подсветки. Если у вас на одном кадре находится черный объект, условно, там, темно-резиновый конь, и какой-нибудь металлический объект, что-нибудь блестящее, светоотражающее, на каждый объект нужно разное количество времени направлять световой луч. Иначе получится либо одно в пересвете, либо другое в провале. То есть каждый раз, когда вы снимаете, вы должны понимать, что, например, на один объект я направляю луч на 4 секунды, на другой только на полусекунды, потом перевожу его дальше. Не забывайте про отражатель, не забывайте зафиксировать все, что может двигаться, и сами не попадайте в кадр. Это очень большая ошибка. Очень часто хочется фонарик подвести поближе к объекту, чтобы что-то там снять. Вы протягиваете руку, и в конце концов на фотографии красивый натюрморт, и ваша размазанная рука по всему кадру, который все это дело портит. Вот так вот выглядит тот фризлайт, о котором я говорила. Это специально направленный лучик в камеру, нарисованная световая окошка. Кадр не мой, кадр нашла на сайте для того, чтобы это показать. Есть опять-таки исключения из правил. Вот здесь свет я направляла в камеру, мне очень хотелось изобразить некое магическое зелье, из которого то ли джин какой-то выбирается, то ли что-то еще. И мне как раз нужна была подсветка. Красного фонарика у меня не было, поэтому я включила обычный светодиодный фонарик, зажала источник света пальцем, чтобы палец на просвет стал красный. И когда подсветила фонарик, просто бокалом вот так вот потрясла пальцем. То, что вот здесь что-то такое волшебное, на самом деле ничего не волшебного, это просто мой палец на просвет. Та самая работа с тенями. С этим кадром я мучилась очень долго. Это другая версия кадра. Сзади висит не единорог, а просто мустанг. Здесь мне захотелось сделать единорога, переснять эту съемку. Мне почему-то захотелось сделать этот кадр без фотошопа. Я совершенно не считаю, что фотография обязательно должна быть, как называют ее, настоящей, чистой. Я очень люблю фотошоп и всевозможные работы дорисовки в редакторе, но здесь почему-то я решила сделать так, как если бы снимала на пленку. Слева показан кадр вообще без какой-либо обработки, только конвертация в монохром. Я его в DPP обработала и больше ничего не делала. Так выглядел сам по себе живой кадр. На втором кадре я показала, что именно я обработала. Никаких дорисовок здесь нет. С тенью делается все очень просто. Специально даже принесла сегодня коня своего показать. Шахмутную фигурку, к сожалению, не нашла. Наверное, ее куда-то мой пес забрал. Он у меня иногда реквизит ворует, а уж если реквизит съедобный, то лучше на терморт не оставлять отдельно. Для того, чтобы снять такой кадр, все получается, вот то, что получилось в результате, все на самом деле очень просто. В кадр, который будет потом на фотографии, должна быть видна только основная фигурка, которую мы будем снимать. Объект, который будет давать тень, стоит за пределами кадра и в кадр не попадает. Фонариком с жестким светом сначала надо нарисовать тень от основного объекта. К сожалению, здесь не видно, здесь слишком ярко. То есть сначала надо направить фонарик так, чтобы тень от большого коня попала на фон за нашей маленькой шахматной фигуркой. После того, как тень будет пририсована, можно направить свет на основную шахматную фигурку. В результате на фотографии получится ощущение, как будто у нас световой поток идет так, что от маленькой фигурки тень сама отбрасывается наверх. То, что вот здесь вот, оп, не туда нажала, пардон, то, что здесь и снова не туда, видна там, где я держу курсор, тень от шахматной фигурки, просто фонарик был под таким углом, что оно прорисовалось сразу. Та же самая история на второй фотографии. Она называется Game Over. Игра окончена. Сразу понятно, что белые фигурки в данном случае проиграли. Там все то же самое. Там ряд из четырех фигурок стоит справа от кадра. В кадр не попадает, только отбрасываются тени. Делала серию таких работ. Написала статью для иностранного журнала. Там как раз все это описано. Все это видно пошагово. На верхней вот этой вот фотографии видно, как это все выглядело у меня на натюрмортном столе. Шахматная доска, сам конь, вот он здесь, и тень, которую отбрасывает конь на фон. В качестве фона использовала обои с текстурой плесени. Когда я их покупала в магазине, продавщица удивилась, сказала, что до того, как туда я пришла, эти обои там уже продавались полтора года, и никому совершенно были не нужны. Спросила, под какую комнату я собираюсь делать такой дизайн. Я не стала долго рассказывать, потому что мне и так хватает, когда на меня смотрят, как на сумасшедшую, когда я прихожу в супермаркет и прошу кривые, гнутые или тухлые груши для своих натюрмортов. Недавно опять была в магазине, радостно продавщица, мне сказала, о, девушка, проходите скорее, у нас лимоны с тухлей. Поскольку вокруг это все покупатели видят, ну, видимо, местами считают городской сумасшедшей. Видимо, что-то требует, конечно, жертв. Есть еще один сложный нюанс при съемке со световой кистью, это красный цвет. Красный цвет очень часто уходит не в тот оттенок, когда вы снимаете именно таким способом. Если хотите снять правильный красный, делайте два кадра. Один кадр так, чтобы досветить нормально красный объект, и следующий кадр просветить все фоны, столы, все, что нужно, и потом объединяйте в редакторе. Еще один достаточно сложный нюанс, это зеркала. Фотография называется «Мания величия». Может быть, конечно, яйцо курицы и станет, но, по крайней мере, пока сейчас оно явно выпендривается. Какой здесь есть нюанс? Когда снимаете, главное не попасть самим лучом света в зеркало. Если попадете, у вас луч отразится, и получится световая каша на фотографии. Снималось это все за два кадра. Сначала кадр с яйцом, потом отдельно курица, которая вклеилась в такую фотографию. Следующий нюанс, здесь сразу два таких нюанса. Первый – это тоже зеркало, просто лежащее на столе, которое дает отражение. А второй нюанс – это металл. Очень важно сразу определиться, сколько бликов вы хотите получить на металле. Если металл не досветить, он получится пластмассовым, и будет это все неинтересно. Если пересветить, он будет оттягивать на себя все внимание, и кадр не получится. То же самое нюансы с отражением. Отражение, кстати, обратите внимание, получается всегда темнее, чем сам кадр, поэтому иногда их приходится вытаскивать в редакторе. Следующий нюанс – это съемка фотографии с огнем. Это достаточно сложная вещь, потому что единственный случай, когда фонарики не подходят. Для того, чтобы снимать кадр с огнем, чтобы свет выглядел натурально, надо огнем их подсвечивать. Здесь у меня очень короткая выдержка, всего 5 секунд, за то время, что горит спичка. Все остальные объекты, кораблики, саму игрушечную фигурку я подсвечивала отдельной длинной спичкой, такой большой каминной спичкой, чтобы свет был точно такой же. Возила я и по всему фону. Опять-таки, муж переживал в соседней комнате, что я спалю квартиру, это будет наш последний кадр, но в этот раз обошлось. Можно снимать зеркала и все отражения одним кадром, можно делать калаш. Вот слева фотография, называется «Борьба с собой», прищепка перетягивает канат сама у себя, это не калаш. Это я снимала одним кадром, там единственный нюанс, веревочка, естественно, не проходит через зеркало, она разрезана пополам и к зеркалу приклеена, естественно, маленьким кусочком пластилина. Единственное, что я отфотошопила на этом кадре, это убрала то место, где виден этот пластилин. Так все настоящее. А правый кадр, это тоже про манию величия, про шахматную фигурку, которая про пешку вообразила себя ферзем. Это калаш, это два кадра, снятых с одинаковым светом и просто потом склеенных в редакторе. Следующий нюанс – это текстуры. Вот эта фотография называется «Ложечку за маму». В ней был такой достаточно неприятный момент. Дело в том, что мне не удалось найти разводной ключ с нормальной металлической текстурой. Это тоже металлический, но покрашенный какой-то неприятной краской, которая дает ощущение некого пластика. А ложка и гайки из металла. Пришлось ставить свет так, чтобы не было видно текстуру ложки, чтобы не казалось, что это очень инородный предмет. Следующий нюанс – это имитация света. Некоторые объекты требуют особого отношения, как вот в данной фотографии. Фотография называется «Канал 18+,». Груши явно смотрят то, что не все можно показывать. Здесь была проблема в том, что надо было так поставить свет, чтобы казалось, что свет дает только телевизор. Поэтому я совсем чуть-чуть подсветила фон, а потом светила фонариком слева направо, так, чтобы у меня свет попадал в экран телевизора. Это на самом деле будильник китайский, который я привезла из путешествия. У меня свет отражался от экрана телевизора, падал вниз и подсвечивала грушу, чтобы было ощущение, что действительно экранчик светится, что груши что-то смотрят и что кадр не вшоплен. Еще один интересный нюанс – это съемка плюшевых игрушек. У меня была большая серия с этими игрушками до тех пор, пока мы не завели собаку. Собака сказала, что все игрушки в доме – это ее. Поэтому любая съемка чего-нибудь плюшевого кончается собачьим скандалом. Он сидит под столом, он плачет, он не дает мне ничего снимать. И с тех пор я это больше, конечно, не делаю, чтобы собаку не травмировать. Но, в принципе, когда-то такая серия была. Для того, чтобы игрушки на фотографии выглядели и живыми, очень важно фонариком нарисовать им блик в глазах. Я даже проводила эксперимент, сделала два абсолютно одинаковых кадра, вот таких тоже с овечками, которые оригами делают. На одной фотографии в фотошопе закрасила блики в глазах, на другую оставила, выложила в интернет для того, чтобы люди посмотрели, какая больше нравится. Очень многие мне написали, что фотография хорошая, вот про ту бликов не было, но что-то там не то, что объяснить сложно, что не то, но вроде как фигурки не живые, какие-то они очень искусственные. После того, как я рассказала, что на самом деле проблема в бликах, люди очень сильно удивлялись, но когда сравнить две фотографии, это становится понятно. Как я это дело обрабатываю? Я снимаю на Canon, обожаю это марку, сначала обрабатываю все в DPP, либо в Lightroom, потом в фотошопе. В DPP правлю цветовую температуру, яркость, контрастность, все остальное, в фотошопе работаю с тифами, люблю 8-битные тифы, чищу мелкие огрехи, и готовлю к публикации. Никаких больше сложностей, особенных нет. Можно какие-то световые нюансы, вот как тут я вынесла кусочек обработки, обработать именно в фотошопе, условно, если, например, вы видите, что у вас какие-то объекты недостаточно подсвечены, можно создать новый слой, изменить режим наложения на перекрытие, выбрать обычный инструмент кисть, прозрачность, чтобы у кисти была где-то 13-15%, выбрать белый цвет, все, что вы покрасите по верхнему слою белым цветом, вам подцветлит объект, все, что вы покрасите черным, у вас объекты притемнят. Какие-то вещи можно дорисовывать. Выглядит это так, примерно, когда вы будете заниматься. Вот эта фотография, называется «Минута молчания», как раз обработана таким способом. Сверху был наложен слой, белым цветом, белым цветом я прорисовала укус, белым цветом я прорисовала сами груши, черным покрасила всю левую верхнюю часть кадра для того, чтобы создать больше драматический эффект. Вот эта фотография, несмотря на то, что она кажется совсем простой, в плане съемки отказалась одной из самых сложных. Немножко про нее расскажу. Здесь ничего не лежит на черном фоне, это все стоит вертикально. Я выстраивала такую волну, стену из карандашей, они все настоящие, это не фотошоп, просто опять-таки выложила линию такую длинную колбасу из пластилина и карандаши туда долго натыкивала. И потом кораблики ставила сверху. Проблема оказалась в том, что поскольку карандаши очень разного цвета, они очень какие-то темные, какие-то светлые, очень сложно было их снять за один кадр, чтобы темные были не слишком темными, а светлые не слишком светлыми. Поэтому я долго-долго мучилась с этим, думала делать 2-3 кадра или как-то снимать по-разному. В результате пришлось взять очень узкий луч световой кисти, чтобы это отрисовать. Я взяла черную бумагу, сделала такой кулечек с узкой дыркой и подсвечивала фонариком через узкую дырочку, чтобы луч света попадал только на каждый конкретный карандаш отдельно, чтобы какие-то я могла посветить подольше, как, например, синий и красный, а какие-то побыстрее убрать световую кисть, как, например, желтенькие. Это основное, что я хотела рассказать про световую кисть, и если есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Ну, если вопросов нет, то хочу пожелать всем большого творческих успехов. Снимайте в темноте, снимайте при свете, снимайте все, что вам нравится, пачкайтесь в пластилине или наоборот не пачкайтесь. Желаю всем больших-больших успехов. Спасибо большое.